Увековечить память в металле и граните. С этой целью в Химках прошли очередные встречи с трудовыми коллективами, общественниками и депутатами, где провели обсуждение установки мемориала воинам СВО. Вот эта инициатива, которая сегодня прозвучала о создании в городском округе Химки мемориала защитникам и участникам СВО, я считаю, очень важно получать этот отклик и поддержку от всех, с кем мы встречаемся. И сегодня мы тоже получили поддержку. На сегодняшний день уже согласован макет мемориала и место его размещения на Аллее Победы. По словам председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, этот памятник станет символом самоотверженности, мужества, отваги бойцов СВО. Множество химчан на встречах, встречах, которые проводятся с трудовыми коллективами, на встречах, которые посвящены вот этим памятным датам, обсуждают эту инициативу и, конечно же, считают своим священным долгом эту инициативу поддержать и поддержать наших ребят. Добавим, что встречи по обсуждению установки мемориала проходят с участием бойцов СВО, которые рассказывают о подвигах сослуживцев, а также проводят творческие вечера, как, например, музыкант Франсуа Мадема. 24 февраля 2022 года находился в Донецке, работал в Донецкой филармонии. Я считал, что это просто свой долг быть добровольцем, и я служил до конца 2022 года. Есть очень много наших людей хороших, можно сказать, в области, и сейчас для меня большая возможность, чтобы познакомиться с ними. Сегодня этот знаменитый человек выступает в нашей городской школе для наших детей, для нашего среднего поколения, а также для старшего поколения. Мы видели большие овации от жителей, и я благодарен, что вот такие люди сегодня поддерживают и участвуют в патриотических мероприятиях, но жители этому подтверждению, они довольны, радостны. Окончательное решение по установке мемориала примут позже. В Химках проведут еще не одну встречу, чтобы как можно больше людей поучаствовало в этом важном для города деле. Андрей Липанов, Вильфрид Дымковский, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.